В Америке Недавно прочитал историю Один человек, звали его Ларри Уолтерс Этот человек Сидел в своем плетеном кресле В своем доме Успешный По меркам обычного нормального человека вполне успешный Дом хороший, долгов нет, джип есть Ну, 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 человек уже в возрасте 60 лет Заработал себе денег Есть запас в банке Ну, короче, чувствует себя уверенно Сидит в плетеном кресле И на природе смотрит И вот рядом с аэродромом жил Ну, недалеко И самолеты летают, и вертолеты летают Так частенько пролетают И вот он смотрел на них, смотрел, смотрел Смотрел, смотрел Смотрел, смотрел А потом поехал, сел на свою машину Джип у него хороший BMW X5 Сел на эту машину Поехал в магазин Купил метеорологические шары Купил гелий Почитал Купил гелий Надул этот гелий Шары Привязал к креслу Кресло Привязал к джипу На крышу И поехал на В лесок На поле Чтобы немножко полетать Потому что Потому что Ну, короче, насмотрелся на летающий На летательный аппарат И поехал полетать Взял с собой дробовик Для того, чтобы В случае чего Если его слишком высоко будет заносить То он тогда Пару этих шаров Пристрелит И постепенно они Будут снижаться Вот так все рассчитал Продумал Приехал на поле Значит, привязал Сел в кресло Которое было привязано Тут шары над ним Ружье Привязал себя в кресло И веревку Которая сдерживала кресло Отрезал и полетел И не подрасчитал Как взмыл И даже ему неудобно было выстрелить И взлетел на высоту Четыре тысячи метров И там только И там только Подъем прекратился Ветром стал его сносить В сторону моря И поскольку недалеко Аэродром Увидели, заметили Причем увидели Самолет пролетал И передал на землю Что видит перед собой человека Который летит на воздушных шарах На метеорологических шарах На гелевых И значит С ружьем Сидит в кресле И летит Реальная Живая история Ну и тогда Послали вертолет И с помощью вертолета Его вернули обратно Обратно Вот такой вот Ларри Уолтерс И когда его спросили Ты что вообще Мужик Зачем ты это сделал Он ответил Знаете как Ну надо же Что то делать У него возникла Вот такая мечта Вот так он ее реализовал Не каждый может И должен Взлетать на шарах Но стиль жизни Себе сформировать Надо Такой Чтобы он тебя Будоражил Чтобы он давал тебе Чувство Что ты Не мекина Что ты не просто так На пенсии Или ты не просто так Отработал Заработал 300 долларов Нет Надо Чтобы Бурлило все Надо много денег Зарабатывать У меня была такая история Я был В Доминикане У меня Было хорошее Финансовое состояние Я был уверенным В себе Человеком Я знал Что я многих вещей Добился И я приехал Не просто в Доминикану А попал в Капкану Капкан это Крутое место Где Дональд Транд На покупал недвижимости Там А потом ее продал Туда приезжают Богатые Там причалы Куда Швартуются Яхты Со всего мира Приходящие Это все Это В Атлантике Это все Кариба Это все Потрясающие места И Капканы Это такое Крутое место Для крутых Там стакан Стакан Кока-колы Стоит Извини за выражение Очень дорого И мы поехали туда Со своим компаньоном И с местным Аборигеном В ресторан Ну крутые Как бы Разговариваем О бизнесе А это все Нахлаждаемся Жизнью И вот мы там Гуляли И вдруг Мы увидели Перед рестораном Перед тем На этот корабль И мечтали Обливались Слюной Глядя на него Я знаю Что такое Сооружение На воде Которое Двигается Корабль И это Было Произведение Искусства Просто Произведение Искусства Это Впечатляет Всегда Когда ты Рядом Стоишь Одни Кранцы Чего стоят Кранцы Ну просто Произведение Искусства Кто не знает Что такое Кранцы Идите В гугл И вдруг 20 метров От этого От этой яхты Причал Ресторан И из ресторана Вываливается Толпа Людей Дети Молодые Постарше И старики Или семья Большая Человек 15-20 Наверное Загорелые Поджарые В футболках В белых В белых Шортах Во всем Что-то такое Белое Необыкновенно Праздничное И это Видно Что это Единая Такая Такая Семья Какие-то Киношные Лица Какие-то Белозубые Улыбки Какие-то Ну что-то Такое От них Веяло Что я вдруг Понял Что они Играют И живут За рамками Того Что я знаю По другим Абсолютно Правилам У них Абсолютно Другой Стиль Жизни Они Смеясь Поднялись На борт Им стали Подавать Какие-то Коктейли Нам неудобно Было В упор За ними Смотреть И мы Тихо Пошли И я Понял Что Я зря Радуюсь Так быстро Останавливаю Что я Всего Достиг Я не хочу Сказать Что надо Умирать От Зависти Я не хочу Сказать Что нужно Насмерть Биться Чтобы Заработать Себе Еще Один Миллион Или Там Сто Тысяч Долларов Или Там Десятку Тысяч Долларов Когда Можно И Так Нормально Жить Я Не к Этому Дело Не в Деньгах Дело В стиле Жизни Это Раз И Дело В мечте Если Ты Остановился Если Ты Успокоился Даже Если Чего-то Достиг И Считаешь Что Хватит То Тогда Ты Сам Себя Ограничил Ты Сам Себя Опустил Ты Сам Себя Лишил Многого И Самое Главное Ты Лишил Огромное Мог бы Мотивировать Своим Стилем Жизни Своим Успехом Своей Результативностью Своим Трудом Своей Страстью Своей Мечтой Своим Горением Большая Мечта Крайне Необходима Нам Мы Зря Успокаиваемся Рано А Те Кто Вообще Забыл О мечтах Те Кто Не Хочет Об этом Говорить Те Кто Говорит Что Она Реально Смотрит На Вещи Те Кто Не Старается Думать О чем Крутом Великом Большом Сладком И настоящем То О чем Только Можно Смотреть В кино Или По Телевизору Те Люди Просто Обворовывают Сами Себя Они Загоняют Себя В комфортную Зону Они Ставят Барьеры Стараются Не видеть Все Вокруг И Они Как Боже Это страшное Дело И Это Страшное Дело Нужно Чтобы Кто Ставил Душу И Сказал Ты Достоин Другой Жизни Твоя Мама Которая Тебя Поднимала Давала Тебе Деньги На Обучение Тянула Тебя Одна Достойна Не того Что Она Сейчас Получает 100 Долларов Пенсию А достойна Другого Она Не Должна Разменить Свою Квартиру Чтобы Ты Жил Нормально И Твоя Женщина Которую Ты Взял В Жены И Дети Должны Должны Впитывать Гордость Беспрерывно От того Что они Знают Что у тебя Такой Папа Который Вкалывает Как сумасшедший Который С горящими Глазами Говорит О новых Проектах Который Путешествует И тащит За собой Всю Семью Который Нам Нельзя Успокаиваться Начинается День И заканчивается День Мечтами Разговорами В семье Мечтах Тогда дети Вырастут Не наркоманами Не с бутылкой Пива По улицам Бла-бла-бла Матом А мечтой С родителями Впитывать Стремление Вверх Не на шарак С гелем В плетеном кресле Привязанном С дробовиком В руках Но что-то Надо делать Чтобы что-то Делать Надо мечтать Надо мечтать Надо мечтать И часть нашей Работы состоит В том Огромная Большая часть Работы в том Чтобы вводить В себя нужное состояние Искать то Что тебя зацепит Взбудоражит Смотреть на боли На проблему В своей семье Не с горем А С предвкушением Того Что это будет Изменено Только Помечтать о том Что вдруг Ты приедешь И скажешь Мама На вот тебе ключи Это Поедем Я тебе отвезу И покажу И твоя мама Заходит А там Двухкомнатная Новая квартира Отремонтированная Сделанная Под ключ С белой кожаной Мебелью И ты говоришь Мама Ты теперь здесь будешь Жить Я тебе подарок Делаю на твое Семидесятилетие Ради этого Стоит жить И мечтать Или своему Сыну Бросить ключи На Двадцатипятилетие Или двадцатилетие А Ключи От его машины Новой Или своей жене Купить то О чем она Даже помышлять Не могла И свозить ее туда Где она Почувствует себя Настоящей женщиной С какой гордостью Она будет смотреть А ты будешь Ловить Восхищенные Взгляды Своих детей Которые Перехватывают Ваши взгляды Как твоя жена Гордится тобой Надо мечтать Будем мечтать Давайте